Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова программа iXBT News Digest. В этом выпуске мы расскажем об обычных электронных устройствах с необычными возможностями, но в центре внимания находится компания Microsoft и ее новый генеральный директор. Совет директоров Microsoft объявил о назначении нового генерального директора компании. Им стал Сатья Наделла. Господин Наделла уже приступил к исполнению обязанности гендиректора. Ранее он занимал пост исполнительного вице-президента подразделения Cloud & Enterprise. В период преобразования нет лучшего кандидата, чтобы возглавить Microsoft, чем Сатья Наделла, так оценил назначение Билл Гейтс, основатель компании и член совета директоров. Сатья является проверенным лидером с прочными инженерными навыками, деловым видением и способностью организовывать людей. Сатья Наделла родился в 1967 году в Индии. Он имеет высшее техническое образование, полученное в Индии и США. Он работает в Microsoft с 1992 года и успел внести значительный вклад в стратегию компании и развитие ее продукции. Наделла стал третьим генеральным директором в истории Microsoft. С 1975 года по 2000 этот пост занимал Билл Гейтс, а с 2000 года по 2014 Стив Баунер. Компания Fujitsu представила трансформируемый ультрабук Livebook TH90P. Этот мобильный компьютер можно использовать как ноутбук и планшет, выбирая между четырьмя возможными режимами. Предусмотрен сенсорный ввод пером и руками. Трансформер можно использовать не только в режимах обычного ноутбука и планшета, но и в режимах презентации и кинотеатра. В режиме презентации дисплей можно поворачивать в сторону аудитории, а в режиме кинотеатра он зафиксирован в развернутом положении. Ультрабук оснащен дисплеем разрешением 2560 на 1440 пикселей, защищенным от ударов и возникновения царапин. В конфигурацию системы входит процессор Intel Core i5 и гибридный накопитель объемом 500 гигабайт. По данным производителя, время автономной работы достигает 12,5 часов. Современные процессорные системы охлаждения уже давно практически прекратили развиваться. Изменить эту ситуацию намерена компания CapTerm со своим инновационным охладителем MP1120. Основой охладителя служит по сути одна плоская тепловая трубка, изгибающаяся множество раз. В качестве хладагента используется жидкость, закипающая при комнатной температуре. Жидкость в виде газа поднимается по одному из каналов тепловой ленты, охлаждается в радиаторной ее части и спускается вниз уже в жидком виде, где цикл начинается заново. Данное устройство не требует помпы, либо иного способа для циркуляции хладагента. Производители заявляют о том, что MP1120 способна работать до 10 лет без необходимости какого-то обслуживания. Для создания основания компания использовала сразу несколько металлов – медь, титан, нержавеющая сталь и несколько марок алюминия. Сварить между собой эти металлы обычной технологией не представляется возможным, поэтому компания использовала технологию сварки взрывом. Стоимость каптерм MP1120 составляет от 200 до 250 долларов. Компания Moto предлагает приобрести свой вариант умных часов, которые так и называются Moto SmartWatch. Как многие похожие устройства, Moto SmartWatch сопрягаются со смартфоном по каналу Bluetooth и могут выводить уведомления о входящих или пропущенных вызовах, дополняя их вибрацией, а также позволяют управлять воспроизведением аудиоконтента. Также часы оснащены встроенным микрофоном и динамиком, что позволяет отвечать на входящие звонки, не доставая смартфон из кармана. А функция Anti-Loss предупредит владельца, если расстояние между смартфоном и часами превысит 5 метров. Сейчас Moto SmartWatch можно приобрести по цене 80 долларов. Компания Olympus представила камеру Stylus SP100EE, которую сам производитель называет первой камерой с коллиматорным прицелом. Дополняя электронный видоискатель, он помогает удерживать в кадре удаленные объекты. Для уверенной съемки в длиннофокусных приложениях объектива предназначен оптический стабилизатор и далеко выступающая вперед рукоятка под правую руку. Есть возможность ограничить диапазон фокусировки только ближними или дальними дистанциями. Камера поддерживает серийную съемку и съемку видео с разрешением до 1920 и 1080 пикселей с частотой до 60 кадров в секунду. Отснятый материал записывается на карту памяти формата SD. Одного заряда батареи хватает на 330 снимков. Камера Olympus Stylus SP100EE должна появиться в продаже в марте по цене 400 евро. После череды утечек появились официальные подробности о новом смартфоне Samsung Galaxy Note 3 Neo, младшем брате Galaxy Note 3, а также его версии с поддержкой LTE. По программной части новинки ничем не уступают старшей модели. Изменения коснулись технических характеристик. В первую очередь это касается установки менее производительных процессоров и уменьшения объема оперативной памяти. Смартфоны получили дисплей Super AMOLED диагональю 5,5 дюйма разрешением 1280 на 720 пикселей, 2 гигабайта оперативной и 16 гигабайт встроенной флеш-памяти. В них используется литиево-ионная аккумуляторная батарея емкостью 3100 мАч, а в роли операционной системы выступает Android 4.3. Камер 2, тыльная разрешением 8 мегапикселей и лицевая разрешением 2 мегапикселя. К сожалению, точных данных о стоимости новинок пока нет. На этом все, до следующей недели!